Что представлюсь? Меня зовут Исламова Айсила Айратовна. Я кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии вирского филиала Башкирского государственного университета. Помимо того, что работаю в ВУЗе, я еще член Российского общества медицинских генетиков. Закончила магистратуру по химии. На сегодняшний день являюсь автором более 60 работ по генетике, по экологии. И компания APL имеет статус управляющий директор. Ну, начну, наверное, немножко со своей истории. Как вообще, собственно, я пришла в Казахстан, слышно лицо, Алтайский край. Очень рада, очень рада. У нас достаточно много народу сегодня на конференции. Я надеюсь, что информацию, которую вы сегодня услышите, увидите, она будет вам действительно полезна для работы. Итак, немножечко истории. Как, собственно, я пришла к тому, что познакомилась с медицинской компанией, международной научно-производственной компанией APL. Это было почти три года тому назад. Как-то раз мы совершенно случайно встретились с Катериной Калкановой, совершенно по другим вопросам. И так случилось, вот с течением обстоятельств. Говоря о случайности, не случайность. Получилось так, что были у меня некоторые симптомы ОРЗ, такого легкого, неприятное такое решение в горле, головная боль и все такое. Катя предложила мне конфеты. Я их тогда скушала, но она пыталась объяснить, что, конечно, в их составе и прочее. Но я тогда даже не расслышала ее, не поняла, не услышала, совсем о другом, о чем-то думала. И, соответственно, попробовала. Мне показалось, что вроде стало легче. Она еще домой с собой дала пару конфеток буквально. И я вдруг понимаю, что проходит 2-3 часа, вся симптоматика куда-то делась. Это мне показалось интересным. Я там встретилась еще раз, заинтересовалась тем, что, собственно, вообще на тот момент было в компании, какая литература, стала изучать ее. Я параллельно с этим приняла решение, что я должна быть в компании, поверила в той информации, которая шла от Катерины и Кирилла Колгановых. Ну, а позже я поняла, что я нисколько не ошибаюсь, что приняла такое решение. Так как в течение двух недель после того, как я начала уже кушать продукт весь, какой там был, как говорится, какой подруг попадется, вот, я вдруг поняла, что совершенно каким-то непонятным для меня образом в это пропала боль головная, с которой я жила примерно лет последних 15, может быть, даже под 20. Причем я была полностью уверена, что с этой болью я буду жить до конца жизни. Мне сказали, у тебя там посуды неправильно в голове выросли, поэтому получи, распишись, и тебе, собственно, кроме наатронных препаратов, никогда больше ничего не поможет, вы кушай их, кали, делай системные, да, и, собственно говоря, будут обещать. Правда, делать это придется раз в три месяца, это как бы в таком еще самом лучшем случае. И вдруг через две недели прием продуктов, я совершенно не ожидаю какого-то подобного эффекта, я и думать об этом еще не думала, я вдруг понимаю, что я кушать свои лекарства перестала, потому что, собственно, голова-то болеть перестала. Еще через пару месяцев я получила уже совершенно такой вот четкий, такой устоявшийся эффект. Представляете, сейчас уже почти три года с этого момента прошло, я, собственно, забыла о той проблеме, которая была. Естественно, у меня был шок, культурный шок, как конфеты, беденцы, которые на первый взгляд, когда мы презентуем продукт, всем кажется чем-то таким, ну, чем-то непонятным, похожим на сказку, как такой вроде как, ну, какой-то легкомысленный, что ли, продукт работает настолько фундаментально. На тот момент для меня явилось очень мощным таким фактором, то, что мне на руки попались результаты анализов, получается, заключения химические, именно тех людей, которых я знаю. Я защищалась в институте биохимии и генетики. Рядом, кстати, я забыла сказать, что я защищалась по мультирной медицинской генетике человека. Рядом находился институт органической химии, и именно там был проведен совершенно независимый анализ нашими финскими предпринимателями, которые за свой счет это сделали. И там были именно те данные, которые меня очень сильно впечатлили, очень сильно удовлетворили. Были еще результаты анализов уже при фармацевтическом факультете Башкирского государственного медицинского университета. И, собственно, там тоже дикамент факультета расписался, что абсолютно никакого токсического эффекта линзинемии. Мало того, подпись гласила то, что требуется дальнейшее исследование данного продукта. И, собственно говоря, с этого началось. Стала изучать весь материал, какой есть. И на сегодняшний момент, вот почти три года в компании, я ни на секунду не пожалела, что я здесь, что я в этой команде Калганов Тим. То, что, собственно, продукт работает всегда, везде, абсолютно. Он абсолютно не токсичен, он имеет совершенно уникальные свойства. И кто бы его ни кушал, абсолютно, без исключения, обязательно получает результат. Если он вам не говорит о том, что он получил результат, он просто либо первоначально не заметил о том, что у него было и что стало, у него об этом нужно спрашивать. К хорошему человек привыкать просто моментально. Либо, ну не знаю, ну не бывает такого. Я еще ни разу ни одного человека не видела, который бы действительно делал продукт определенное время и при этом ничего не получил. Так, поехали по продукту. Говорить мы с вами будем, собственно, о том, что он сделан на основе инновационных технологий. Так, не хочется мне торчаться слайд. И абсолютно все, что входит в состав наших леденцов, является натуральным, безопасным, экологически чистым и растительного происхождения. И вот этот эпиграф к нашему сегодняшнему сообщению моему, да, «Позвольте пищи быть по им лекарствам», и сегодняшний день является, наверное, еще более актуальным, чем ранее, когда я тоже готовилась к подобного рода выступлениям и выбирала данный эпиграф обязательно к докладам. Напишите, пожалуйста, всем ли видно слайды, все ли хорошо, нет ли чего-то лишнего на них. Так, что-то здесь пошло не так. Непонятно, что тут нарисовалось. Ну, я думаю, что информацию, если что-то не видно на слайдах... Что происходит? Что-то рисуется здесь. Так, информацию я обязательно расскажу подробнее, попробую разобраться в техническом плане, что здесь за история произошла. Попробую лишний раз на кнопку не нажимать. Все равно, в первую очередь, лучше услышать. Все, что есть на слайдах, оно есть в нашем ITEO-офисе. Я покончу демонстрацию, начну, окей. Сейчас попробую еще раз. Так, ну вот, все нормализовалось, отлично. Итак, подобно тому, как, собственно, происходила эволюция на таком рынке, как сохранение информации, да, начиная там от каких-то виниловых пластинок и заканчивая там облачными хранилищами, подобно этому шла эволюция и в плане технологии производства продуктов питания. Для тех, кто совсем новичок, да, сегодня в первый раз слушает информацию о травяных леденцах, выполненных или произведенных по технологии аккумуляции, скажу, что это продукт клеточного питания и этот продукт является таким венцом пока технологии, технологии продуктов питания. И, соответственно, мы, получается, что, кушая этот продукт, имеем такое достижение, которое в плане технологии производства пищевых продуктов на 40-50 лет обгоняющих время. То есть, в общем-то, мы немножечко в будущем живем. Именно поэтому нам очень сложно доказать, просто вот так человек с улицы, да, и, собственно говоря, особенно нашим близким, родным часто бывает сложно доказать, что эти конфеты работают. Выслушав тебя в первый раз, все на тебя смотрят примерно как на сказочнике. Был у меня один такой первый опыт, поделюсь, да, немножко таким анекдотом. Вот, конечно, это меня немножко там в тот момент оскорбило до глубины души. Я же искренне к человеку со всей открытой душой вот с этим делом подошла, объяснила, что вот если ты, у меня там все прошло, там у родителей, там все, что болело, все прошло, все прошло. И я вот в компании, ну, я в обувь головой прямо сразу на статус управляющего директора, потому что вот, ну, это, конечно, сработал вопрос того, что в момент того, что было бы глубокое доверие к Катерине Кирилл. Вот. Когда я, в принципе, с этой информацией подошла к человеку, который, я считала, что мне доверяет, что он имеет определенную степень уважения, потому что все вопросы, которые ранее мы решали вместе, и которые как-то зависели от меня, они всегда решались на 100%. То есть я человека ни разу нигде не обманула, ни разу не подвела. И когда я это все рассказала, он на меня посмотрел скептически, ну, скажем так, один из больших студентов, посмотрел скептически и спросил. Айс-Лой Ратман, давно это у вас? То есть диагноз поставил. Ну, реально было обидно. А вот сейчас я смотрю, да, я со своими эмоциями, это была первоначальная ошибка, но сейчас, может быть, у каждого случается. Как можно было мне не поверить? Я же разобралась, я же вот столько знаю, я столько книг прочитала, тут действительно все классно, но чтобы это все понять и принять, необходимо либо иметь глубокую степень доверия, и вот это сначала попробовать, а потом через свои субъективные ощущения выйти к этой истине, ну, либо глубоко-губоко доверять. Итак, то, что касается эволюции продуктов питания, наши леденцы очень удобны, их не надо запивать, их не надо там с чем-то растворять, их не надо где-то держать в бразильнике, их достаточно держать при комнатной температуре, их очень удобно носить с собой в кармане, в сумке, в бардачке, в косметичке, где угодно, в любой момент времени. Это просто скорая помощь. Сколько историй было рассказывать партнеру. Шла по улице, тот-то упал там, проблема такая, чуть ли не сердечный треск. Любую компету под язык, человек приходит в себя до того, как подъезжает в скорую помощь, получается, ему оказана соответствующая, именно первая помощь. И таких историй, из них можно просто тамуды скоро писать, и я думаю, что это будет все время пополняться. Так, дальше поехали. Что еще заслуживает такого очень внимания, да, сильного внимания? То, что данный продукт выполнен по технологии аккумулитэсэй. Для тех, кто впервые это все слышит и видит, конечно, данное название ровным счетом ничего не говорит. Я не буду углубляться в физико-химические методы, да, вот того, как, собственно, это все работает, а расскажу на очень понятном, надеюсь, что языке. Суть технологии аккумулитэсэй заключается в том, что биологически активные вещества растительного происхождения, которые находятся внутри клеток лекарственных растений, они оттуда, благодаря вот именно этой технологии, переносятся в так называемое нано-контейнеры. Слово нано-контейнеры – это не модная словечка. Вот эта приставочка нано сейчас со всех экранов телевитера звучит постоянно. Она же всего лишь означает, что это 1 на 10 минут в 9 степени метра. Такой размер контейнеров выбран для того, чтобы нано-контейнеры легко проникали через клеточную мембрану клеток, внутрь ее, и там уже решали проблемы. В чем еще фишка? Нано-контейнеры окружены отрицательным зарядом. Вот те, кто в первый раз это слышит, может быть, думают о том, для чего здесь такую физику развиви, да, там, седьмого класса. Дело в том, что это уже доказанный факт. Я даже специально копалась в учебниках по биофизике и действительно выкопывала этот факт о том, что если в клетке наблюдается какой-то патологический процесс, ну, что-то пошло не так, что-то нарушено с обменом внутриклеточным, еще какая-то проблема, да, мутация какая-то произошла, как следствие, внутриклеточные процессы идут через пень колодок, там скапливается положительный заряд. Мы помним, что у нас нано-контейнер отхудил отрицательным зарядом, минус, плюс, мультики тягиваются. Запоминаем это. Теперь, после того, как растительные экстракты, вот эти вот самые важные, важные штучки из растений, из клеточек, помещают нано-контейнер, нано-контейнеры же потом не просто росы, которые добавляются, да, они в леденцы помещаются. Леденцы изготовлены из натурального, астрополичного сахара. В состав добавляется немного лимонной кислоты, для того, чтобы все это консервировалось, да, чтобы не испортилось, чтобы с надлежащими вкусовыми качествами попало к нам в ротовую полость. И затем леденцы помещаются под язык или за щеку. Под языком мы рассасываем активненько, и когда идет с помощью слюны рассасыванный леденцат, нам и контейнером потихонечку отсоединяется астрополичный леденцат и проникает через стенки сосудов прямо сразу к нам в кровь. Под языком идет очень мощное кровообращение. Не знаю, может, слышать, когда-нибудь, не дай бог, порезать язык, повредить, притусить его, там, кровотечение начинается такое, что не бывает можно всех. кровообращение. лишнее доказательство того, обывательское такое, что действительно там очень много кровообращений. Еще один момент. После того, как нано-контейнеры проникли в кровь, они, естественно, там на месте не стоят. Со всей системой кровообращения двигаются. У нас большое кровообращение делает круг за примерно 25 секунд, и, соответственно, затем из кровеносных сосудов круглых более мелкие сосуды переходят наши активные вещества нано-контейнеры. Помните, что они идут с зарядом. Затем они все стремятся туда, в первую очередь, где наблюдается концентрация положительного заряда. Именно это является основным залогом того, что доставка биологически активных веществ из этого происходит быстро к местному назначению, то есть к месту, где клетки действительно в помощи в первую очередь нуждаются. Следующий момент важный. Дело в том, что когда, еще один момент тоже из моей уже прошлой практики, как впервые я познакомилась с продуктом, начала рассказывать людям, которые меня окружают, а я работаю, как я уже говорила, в инфекуте биологии и химии, а там людей, которые очень сведущие в лекарственных травах много. И когда я пыталась на эту тему открыть, мне говорили, вот я сама умею собрать траву лекарственную в соответствующую фазу луны, соответствующий орган могу этой травы с данным веществом оторвать в нужное время цветок, корень, листочек, и короче я сама завариваю, сама пью, давай ты иди лесом со своей информацией, но дело в том, что это большое заблуждение, так как когда мы просто пьем какие-то настои, лекарственных трав, ягод, еще чего-то, это все проходит через желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт, знаете, что в желудке очень высокая степень кислотности и до 97% биологически активных веществ из растений просто разрушаются. И до клетки доходит чуть ли по некоторым данным 1-2%. Естественно, тогда эти лекарственные травы нужно пить в огромном количестве, чтобы действительно эффект такой-то получить. Ну и кроме того, есть очень мудрый момент в наших продуктах, заключающийся в том, что здесь ведь очень высокая концентрация активного вещества, настолько высокая, что позволяет очень быстро получать результат. Многие, конечно, спрашивают, особенно с тяжелыми системными заболеваниями, которые по 20 лет страдают от цереза, а долго мне пить эти леденцы, а что мне теперь до конца жизни что ли их кушать? Меня, конечно, очень умиляет этот подход. Значит, 25 лет до этого цереза вы страдали, да, а вот теперь вам рассказывают, что есть метод, причем он абсолютно никак не связан с органическим синтезом, это не продукт фармацевтической промышленности, это все натурально, безопасно, не токсично, можно всем от грудничка до старичка вообще без исключения, даже в период внутриутробного развития, пожалуйста, кушайте, а что мне тут все же когда результат будет, быстро ли? Ну, в основном, конечно, отвечать на такой вопрос можно просто от двух недель до трех дней. за это время эффект будет обязательно у каждого, и таких историй с большой сценой мы слышали очень много, когда кто-нибудь до упора там ест, лишь бы только не обидеть того, кто посоветовал, и там все равно ближе к трем-то месяцам получает эффект, и, собственно, потом очень долго благодарить. Так, что является еще залогом того, что наш продукт мы можем рекомендовать абсолютно всегда, не на секунду не задумываясь о его качестве, типа, а вот предыдущая партия была хорошая, а вдруг эта партия была какая-то не такая. И это тот факт, что у нас, у нашего, в нашей компании свой собственный завод с очень высокой производительностью позволяет нам не напрягаться по этому поводу. И производительность высокая, и то, что касается того, как там работает коллектив, здесь, в общем-то, наверное, невозможно придумать, к чему привязаться. Основным доказательством того, что там работают на самом высоком международном уровне, является весь комплекс сертификатов компании. За 2019 год, если не ошибаюсь, они получили такие сложнейшие для при получении при прохождении этих испытаний сертификаты, как сертификат каш-ру, сертификат халяль. ГОСТы, конечно, были получены гораздо ранее. Надо же сказать, что примерно как в 2010-х годах, если не раньше, у нас в России разрешили все продукты питания только через ТУ проходить, а ГОСТы исключительно бровольно. Ну, естественно, наши людинцы, они все с ГОСТы, полностью соответствуют требованиям нашей страны. Но это еще не все. Есть гораздо более строгие сертификаты, как, например, сертификат ТЮФ, и, собственно, те, кто хорошо осведомлены в области того, что такое сертификат, когда слышат о том, что есть сертификат ТЮФ, у них отпадает вообще всякий вопрос. А меня очень не то, чтобы развеселил, впечатлил такой пример, когда были в прошлом году, я, к сожалению, не попала, но очень мечтаю попасть на завод, но вот именно слышала о том, как выступал там президент и рассказывал о том, чтобы для того, чтобы получить сертификат халяль, была загвоздка в том, что на одном из этапов у человека, который вот месяц готовил массу для того, чтобы потом уже делать леденцы, перчатки должны быть обязательно кожаные, а до этого перчатки были из свиной кожи, но по халялю свиной кожи там близко не должно быть, нашли производителя из говяжьей кожи техни на весь мир единственного, там, перчатки-то были совершенно нестандартные на огромного молодого человека и размером там почти до плечевого сустава, не знаю, вот такой немножко интересный пример, но меня он очень нечет, давайте теперь перейдем, мы достаточно долго уже в предисловии задержалась, перейдем непосредственно к продуктам, которые меняют мир, мне очень нравится этот девиз, и я с ним совершенно согласна, хотя вот увидела, услышала и приняла в сердце, я это совсем недавно, когда окончательно убедилась, что сколько бы я ни копала с моим умением копаться, поверьте, я ничего не нашла, к чему можно привязаться, сделано все настолько нужно. Так, вся продукция компании, я имею в виду, выполнена по технологии от MOLITSA, она имеет очень звучную аббревиатуру, очень легко запомнить, вот мы это видим на данном слайде, и поехали знакомиться с каждым продуктом поподробнее. Первый продукт, ALT, произносится от английского alternative, и в первую очередь он предназначен для того, чтобы бороться с аллергией. Дело в том, что в составе данного комплекса травяных леденцов содержатся такие составляющие, которые полностью забыты, можно сказать, из растений, которые способствуют абсолютному нейтрализации аллергической симптоматики. аллергией это такое состояние человека, которое сейчас изучается очень активно. Когда я в аспиранторе училась, девушка, которая параллельно мне, она как младшая защищалась, она защищалась по аллергическому ремнику, и вроде как нашла кучу генов, ассоциаций, с которых вызывали мутацию, полиоморфизм вызывали аллергическую реакцию. Потом множество литературы я читала по этому поводу, находилась, что все больше и больше к этому склоняются. Когда иммунитет очень сильный, крепкий, вокруг не к чему привязаться, то есть вроде как все факторы хороши, иммунитет начинает с собственной клетки бомбить, вот такие аллергические реакции человек имеет, симптоматику имеет. Многие считают, что вот если нет аллергии, то можно айт не кушать. Это большое заблуждение. Вот смотрим на состав, начнем хотя бы с зеленого чая. в его составе огромная концентрация катехинов, это такие, такой класс органических соединений растительного происхождения, которые обладают невероятным антимутагенным действием. А то, что касается мутации, я вот, те, кто меня слышал, слышит уже не первый раз, конечно, много слышали от меня о мутационной теории, а для тех, кто слышит меня первый раз, немножечко расшифрую, многие считают, что мутации это вот что-то связанное с Чернобылем, вот две головы у теленка, два хвоста и все такое. На самом деле мутация, эта штука гораздо более обыденная, она случается в наших клетках постоянно, вообще средние статистические данные по мультикарной биологии говорят, что до пяти тысяч мутаций в сутки случается в организме человека. Просто есть куча систем, когда организм здоров, вот эти системы включаются и мутации просто-напросто нейтрализуют, исправляют мутационную кальку. И все остается в норме, организм продолжает поддерживать свой геностаз и продолжает работать так положено. В зеленом чае содержатся как раз те самые помощники этих систем, которые не допустят дополнительных нужных совсем нам мутаций. Затем меня в составе альта очень впечатляет астрогал, потому что ничего не забыть, я даже себе немножечко шпаргалок приготовила. Про астрогал, что мне больше всего понравилось, это природный мощный антидепрессант. То есть ходишь-ходишь, приумыл, съел альт и хорошо. Причем совершенно растительный состав, натуральный состав, мало того, что на всякий случай от аллергии себя профилактикой занялся, но еще и настроение все так. Составы у нас очень богатые, я про альт скажу, что в составе альта есть биофлавоноды, которые способствуют тому, что гистамины задерживаются в тучных клетках, не выделяются из них, и, соответственно, мы не имеем те аллергические симптомы, как зуд, крапивницу, слезотечения, отеки и прочие, прочие, прочие эффекты. Поражает то, что помимо противоаллергического эффекта, то есть задержки вот этих вот гистаминов в тучных клетках, в альте есть такие соединения растительного происхождения, которые увеличивают текучесть крови, то есть чтобы быстрее вот это вот по системе, скажем так, протекала кровь, и чтобы быстрее шла очистка от ненужных иммунных комплексов, которые как раз и являются причиной возникновения симптома комплекса аллергии. Так, поехали дальше. Гроу. Гроу произносится от английского слова расти, это ежедневный комплекс минералов, витаминов. Гроу, помимо того, что он в первую очередь направлен на поддержку иммунитета, то есть такой мощный комплекс иммуномодуляторов в составе его, это еще и очень хорошая защита от ионизирующего излучения. О ионизирующем излучении я чуть поподробнее скажу, к нему относятся как вы понимаете всевозможные там альфа, бета, гамма излучения, в том числе определенной степенью ионизирующим эффектом обладатель электромагнитного излучения. Источником электромагнитного излучения являются абсолютно все электрические приборы. Мы же на сегодняшний день не можем просто взять и уйти в землянку выстроить, что-то спастись от электромагнитного излучения. Поэтому принимаем что есть, живем в той среде, в которой нас поместили обстоятельства, но Гроу обязательно кушаем, потому что это дополнительная защита от ионизирующего излучения. Плюс еще такой небольшой лайфхак. Знаем, помним, и вообще как бы вклад этого не, как говорится, не то, чтобы не защищен, наоборот, надо ходить на рентгеновские снимки, на флорографию раз в год. перед рентгеновским снимком надо 5 леденцов Гроу сушить, для того, чтобы вот этот эффект, ионизирующий, он полностью был нейтрализован. Еще в составе Гроу есть такие компоненты, которые обладают очень мощным антимутагенным эффектом. Сейчас объясню, причем здесь опять мутация, я, конечно, генетик, я немножечко буду в эту сторону давать крем, объясню, что онкология, которая сейчас выходит на лидирующие позиции как причина смертности населения, она на сегодняшний доказана, что причиной у онкологии является мутация соматических клеток. Вот я сейчас кучу слов сказала, которые опять могут быть у многих вызвали недоумение и вопрос, что еще за соматические клетки. Вот соматические клетки это те, из которых мы все сейчас с вами состоим. У человека два типа клеток, половые и соматические. Вот все, что не половые, это соматические. Вот в тех клетках, из которых сейчас человек состоит, может происходить мутация. Они происходят постоянно, как я уже сказала. И, соответственно, если до какого-то момента мутации перестают нейтрализовываться своими системами защиты и вот эти мутации скапливаются, то запускается онкологический процесс. Одна клетка, которая не вовремя, как говорится, где-нибудь с ума сошла, с ума сошла в кавычках, перестала вести себя как нормальная, здоровая, она в кавычках забыла о том, что ей нужно умереть через все четыре деления, число кейфлика, ведет себя как зародышевая. Другие свойства, конечно, перечислять не буду, в таком онкологической клетке, это, наверное, больше относится уже к теме онкогенетики, но скажу одно, что ГРОУ – это такой комплекс, который занимается профилактикой онкологии. Вот это запомните, уже будет отлично, просто крупно. Если необходима информация на более глубоком уровне, как эта профилактика осуществляется на мультиварно-генетическом уровне, без проблем, пишите в личку, могу записать видеоответ, меня это совершенно не представляет никакой сложности, могу дальше пойти, в инстаграм могу записать, провести прямой эфир на эту тему, но именно в том случае, если эта информация вообще востребована, потому что не хочется просто как в черную дыру вещать, хочется обязательно, чтобы была обратная связь и какая-то польза от этого окружающим. Следующий комплекс GTS, такое интересное название он имеет по созвучию с названием гоночной серии гоночных машин, тоже, естественно, все не зря придумано, для того, чтобы справиться с полуденной усталостью, этот комплекс придуман, но когда я стала изучать комплекс, вернее, состав вот этих травяных тетенцов, пришла к выводу, что это еще тоже великолепное средство, которое будет ингидировать процесс канцерогенеза. Опять понимаю, что лишнего наговорила терминов, это то есть вновь профилактика онкологии, вот так скажу, наверное, проще будет, в составе находящейся ванаги, хром, инозит, они очень необходимы для пополнения энергетических запасов, и в принципе GTS рекомендуется всем тем, кто чувствует, что есть немножечко проблемы с концентрацией внимания, с памятью, тяжеловато как-то там переключаться, нервные процессы, вот эти нарушены процессы возбуждения торможения, скажем так, тоже положительно влияет на биохимию работы нервных клеток. Так, едем дальше. Следующий комплекс это у нас MELS. Компании он в первую очередь преподносится как противопаразитический комплекс. Это, конечно, действительно бесподобный комплекс, он очень в первую очередь меня заинтересовал и про него надо сказать еще, что он еще обладает очень мощным противовоспалительным эффектом. В составе MELS есть такой компонент он называется V1. Этот V1 означает, что только в нем еще экстракты 45 различных видов трав, плодов, ядов. MELS направлен на то, чтобы избавить организм от примерно 250 видов паразитов различного уровня. Что значит паразиты различного уровня? Среднестатистические человек, которые не имеют отношения ни к биологии, ни к медицине, помнят еще со школьного курса биологии, что там какие-то паразиты очень длинные, размером метра, полтора метра, как самка астаридная. И где-то там слышали немножко края мута, что если человек немножечко алкоголь употребляет, то астариды и всякие другие червяки обязательно из организма убедут, когда им там не понравится, они погибнут. Это большое заблуждение, что астариды, что не астариды, что другие длинные червя, короткие червя, от того, что их хозяин принимает алкоголь, собственно говоря, не особо расстраивается, наоборот, у них тоже праздник. Что еще надо сказать про паразитов? Помимо того, что они бывают вот такие длиннющие червяки, которые очень легко там определить, на диагностику сходи обычно, если приходишь, да, есть еще такие товарищи, если можно их назвать товарищи, паразиты, которые либо совсем мелкие, но многоклеточные бывают, одноклеточные, эопериоды, всевозможные простейшие, например, ямблии, вот, а бывают вообще бактерии, которых очень тяжело диагностировать, это еще ничего, бывают вообще грибки, с грибами вообще ситуация аховая, их вообще очень тяжело определить, что они там есть в организме, чаще всего человек страдает от того, что они много лет в организме жили, и какие-то там серьезные уже системные нарушения в организме организовались, и, соответственно, вечится от совсем другого, а нужно вызвать паразит. Так что Мелс, что из себя представляет, тут можно цитно говорить, а вот на следующем слайде, тут, конечно, далеко не 250 видов всевозможных паразитов, вот вы видите, черви подлиннее, там, все подлиннее, совсем короткие острицы, ну, короткие, ватриньи элементы, по крайней их видно, да, коксоплазму, вот ее видишь, естественно, коксокары всякие, ну, тут можно было очень много иллюстраций подготовить, но суть не в том, а суть в том, что Мелс работает насколько на разных уровнях, и еще, есть принципиальное отличие от того, как работает Мелс по отношению к паразитам от тех средств, которые в аптеке продаются, фармацевтические. Итак, фармацевтические препараты, которые преподносятся как антипротивовернительные препараты, они уничтожают, убивают червя. Когда паразиты внутри организма гибнут, они при этом в состоянии предсмертной агонии выбрасывают огромное количество высокотоксичных веществ в организм хозяина. Есть даже такие исследования, которые согласно которым считается, что не очень непонятно они выше ли риск и вред организму от того, что вот такие препараты применяются, потому что когда этот червь погибает, он оглушительный удар по организму наносит смерть. А Мелс работает по другому принципу, он всего лишь парализует, получается вот эту мускулатуру червей, если говорить таковно червей, конечно, и соответственно усиливает перестател кишечника и волнообразными движениями из кишечника все это дело отправляется наружу. Так, еще как бы такое возражение бывает, что вот а я домашних животных не держу, там, собственно, говорят, всегда у меня все максимально идеально чистые, это же совместные и так далее. заразиться всевозможными гигантами очень просто, очень легко, достаточно там рот забыть, закрыть на улице, когда там пыль какая-то полетела вместе с ветром, и вместе с этими частичками ветра через ног, через рот попадает в организм человека яйца гигантов. Если попало в ЖКТ, и если вы как бы имеете определенную проблему, и эвакуация содержимой кишечники у вас происходят реже, чем в два раза в сутки, то яйцегментов успевает остаться в организме, и из них прекрасно успевает вытаскиваться, лечить. Вот такая история очень приятная. Поэтому, даже если вы полгода тому назад мылс пропили, то время сделать это еще раз. Мылса никогда не бывает много, вообще никогда. У нашего продукта не бывает передозировки от слова совсем. вы можете просто перестать хотеться есть, тогда сможете свой организм немножко негативно возьмите в это время другие, которые стоят. Норма это леденцы, которые направлены на то, чтобы сохранять здоровье нашей поджелудочной железы. Поджелудочная железа это королева, говорят, эндокринная система, железа смешанной сепреции. Основная, ну как основная, мы пока смотрим с этой позиции. Ее задача это обмен глюкозы. Там синтезируются оба гормона, которые нужны для того, чтобы глюкозу усваивать, наоборот, чтобы гликоген, глюкозу превращать, если есть необходимость повышенной энергии. И, соответственно, если поджелудочная железа работает неправильно, гормоны вырабатываются в ненадлежащем количестве, у человека через какое-то время развивается сначала хронический панкреатит, а потом такая как сахарный диабет. Учитывая современную статистику, образ жизни, питание людей, у нас сахарный диабет, процент людей с этим заболеванием под большим вопросом станет ли уменьшаться. много он нужен всем, особенно он нужен, если проблема такая с поджелудочной железой уже стоит, а если еще не стоит, то профилактика это, конечно, самый лучший способ вылечиться от любого железа. Вам еще везет, если панкреатик как таковой вас еще не обнаружили и уж тем более до сахарного диабета если пришли. Многие спрашивают, а как это? Сахарный диабет, а вы тут леденцы сахарные советуются. Ну, сахара, который содержится в составе наших леденцов, его совсем немного, совершенно его количество не критично, но та польза, которую норм приносит, она гораздо превосходит тот сахар, который, собственно, нужно переварить от конца. огромное количество людей неверующих, там есть такие результаты, которые приходят сразу к лекометрам, вот уровень сахара замеряют до приема леденцов, затем по истечению там 5-7 минут после приема леденцов к лекометрам показывают, вот для тех, кто сильно-сильно не верит словам, а читает дверь к каким-то показаниям каких-то аппаратов, и собственными глазами видят, что уровень сахара снижается. И таких результатов их очень большое количество, вызывает желание продолжать работать и, собственно, разбираться на всех этих вопросах. Итак, следующий вид травяных леденцов это пауэр, он направлен в пауэр лумен, пауэр мэн, сейчас название поменяли на пауэр леденцов и пауэр априкот, связано это с тем, что первоначально название леденцов немножечко дезориентировало потребителей и думали, что вот если мужской, то только мужчинам можно употреблять, если женским, только женщинам. Это, естественно, совсем не так. И тот, и другой продукт нужен и тем, и другим обязательно, потому что пауэры, они все направлены на то, чтобы поддерживать мочеполовую систему в порядке, очень работает положительно на репродуктивную систему, когда есть проблемы с камнями в почках, тоже пауэр рекомендует и, соответственно, про пауэр гумен еще расскажу. Влияет он очень эффективно при проблемах гормонального дисбаланса женского организма. Но это еще не все. На самом деле, вот допустим, даже птинга-вилоба, который в составе пауэр гумен есть, прекрасно влияет на умственный процесс, на все процессы, которые в головном вновь идут. Это для чего я сейчас говорю? То, что те моменты, которые я проскакивала по каждому из продуктов, это всего лишь шпильхушка айсберга. Для того, чтобы получить абсолютно полную информацию про каждый из продуктов, я рекомендую заходить в личный кабинет, не полениться, зайти в IPO-офис, шаг первый, вот это основные знания, и там есть полная развернутая информация по каждому продукту. она дана настолько доступным, удобным языком, с огромным количеством примеров, и поэтому о многограммности наших продуктов там как раз и рекомендую дополнительно почитать или задать вопросы. Так, следующий продукт Relax, само название говорит о том, что этот комплекс направлен на то, чтобы расслаблять организм. расслабляется бы в первую очередь нервные клетки. Надо запомнить, что Relax направлен на то, чтобы восстанавливать биохимию нервных клеток. Те люди, которые впервые, да и ко мне это тоже относится, Relax пробуют на следующий утро, особенно перед сном, если ледяных скушали, говорят о том, что утром просыпаются совершенно бодрыми, здоровыми, раньше будильника, причем нет никакой сомневости, и даже если такая проблема как бессонница была, она уходит. При этом, что еще удивительно, при приеме релакса уменьшаются вот такие неприятные свойства личности, характера, как раздражительность, да, при повышенной утомляемости, утомленности, особенно раздражительность проявляется зачастую. Вот это вот, когда лишние эмоции убираются, а человек просто спокойно реагирует на ситуацию и принимает решение. то есть релаксы, да не просто релакснуть, поспать, это вот еще и очень круто влияет на, в целом, на комфорт жизни, на то, как ваша нервная система реагирует на окружающие, раздражающие плакаты. Слайд, следующий комплекс деревьевых литинцов произносится от английского слайда скользить. Основная задача вот этого комплекса направлена на то, чтобы сохранить здоровье нашей соединительной ткани, то есть сустава в первую очередь. Это все, что касается пожилий, связок, стимулирует синтез коллагена, эластина и препятствует разрушению хрящевых тканей внутри сустава. Огромное количество примеров того, как после приема слайда люди после операции даже обширных полосных операций быстрее восстанавливаются, после травм, переломов слайд рекомендуется в первую очередь, если уже такая проблема, как артроз стоит, или профилактика артроза. Но к моменту хочу добавить, что слайд обладает великолепной способностью расширять сосуды и снимать спазм сосудов. То есть, если есть какие-то болевые ощущения, то советую слайд кушать со следующим продуктом, который сейчас буду не снять, не рассказывать. Следующий это стоп. Стоп, он в первую очередь представлен как продукт, который направлен на остановку всевозможных ощущений боли. Головная боль, зубная боль, суставная боль. Вот то, что касается суставной боли, я рекомендую стоп со слайдом вместе тоже. Еще один момент тоже, ну не то, что прям лайфхак, это скорее всего всем известно, но когда мы кушаем наши продукты, ни в коем случае не надо забывать о водном режиме. Сколько нужно пить в воде, очень легко можно посчитать. Берем вес человека, умножаем на 30 миллилитров, получается столько миллилитров воды нужно будет. то есть, то есть, при среднем весе человек 80 килограмм, 80 умножаем на 30, получается у нас больше двух киллитров, желательно долго выть. Если уж этот объем вообще никак не лезет, все равно увеличивайте прием абсолютно чистой воды. Жидкость это не значит, что там супы, компоты, какие-то сроки, газировки, еще совсем нерекомендованные работают, совсем исключайтесь из рацион. Питание, воду, чистенькую водичку. По поводу воды тоже, пожалуйста, правильно к этому вопросу относитесь. Если у вас вода из-под крана далека от идеала, тоже, естественно, ей не увлекаться, у нее можно повышать жесткость, если вы пьете много жесткой воды, придется вам потом пауэрмэна много кушать, чтобы не допустить образование камней и почек. Воду желательно пить мягкую, естественно. И еще, ну, тоже, как из крайности в крайность накидаться, многие кидаются воду из родников возить. Особенно весной я не рекомендую это делать, потому что как человек, который работал на кафедре химии и сама проводила анализы, которые приносили ребята из родников, из колон, особенно висе, ну, по 3 мая у нас эти заняты шли на аналитическую химию, там уровень органических загрязнений в воде из родников всегда такой высоченный, что простите за сравнение там, из метаза вода чище. Да, весной, особенно родниками не улыбается, эти воды более-менее проверены. гипяченая вода, она, конечно, совсем лёгкая считается, поэтому здесь надо немножко подумать о том, какую воду вы себя будете выливать. Человек на цикне, чем 80% содержит, вернее, как состоит из воды, поэтому представьте, конечно, воду можно пить очень качественно. Следующий комплекс, это у нас хард, он направлен на то, чтобы помочь сердечной мышце. Для того, чтобы человек жил, надо, чтобы с самого момента его внутриутробного развития, до самого конца смерти, до самого конца смерти, естественно, сердечное работало без остановки. Для того, чтобы это обеспечить, необходимо очень большое количество компонентов, что ли, в основном в организме мы их имеем. И есть еще такой момент. Сердечная мышца, она вообще потенциально рассчитана на 150 лет. Но мы, люди, живущие в современном мире, изнашиваем сердечную мышцу гораздо быстрее. Связано это с огромным количеством стрессовых факторов, не умением нас, скажем так, правильно регулировать соотношение стресса и правильных гормонов, гормонов счастья. Изнашиваем сердце быстрее, особенно вредные привычки, которые, конечно, на это влияют. И еще одна боль современного общества. очень много случаев, когда человек вроде бы совсем еще молодой, в самом достойке сил, но хлоп и вчера жился, у него нет. Причина тромбы. Тромбы образуются в результате повышенного сгущения крови, повышенной вязкости, когда образуются сгущения крови и в какой-то момент они отрываются и попадают в какой-то более-менее узкий просвет сосуда. как следствие тромбок вызываются и вопрос спасения под большим вопросом становится. Соответственно, харп это еще профилактика тромбоза. Нормализует вязкость крови, поддерживает оптимальную работу сердечно-сосудистой системы, расширению кровеносных сосудов способствует и что он еще делает? Уменьшает возбудимость сердечной мышцы. Помимо тех семи преимуществ, которые есть на слайдах, слайды, я надеюсь, вы узнаете из 20 компаний, есть гораздо более глубокая информация как раз в том самом разделе Эпи-Офис. Настоятельно рекомендую, если есть желание работать в компании или вы уже работаете в компании, познакомиться с этой информацией, прочитать, если что-то непонятно, можно вообще обратиться лично ко мне, я не против, я могу помочь что-то дообъяснить, расшифровать, но если будет в этом необходимость. Так, Айс это следующий продукт, который направлен на то, чтобы сохранять здоровье желудочно-пишечного тракта, если есть такие проблемы как метеоризм, звуки, изжога, все эти неприятности, которые случаются, если человек похудшил в некачественном состоянии, то Айс это первый помощник. В составе есть еще, мы видим, что это ромашка, мощнейший антисептик. Много очень девочек в нашей команде, которые рассказывают о том, что рано или поздно все равно дети подхватывают где-нибудь ротовирусы, и соответственно вот эта симптоматика, когда и тошнота, и рвота, и расстройство желудка у детей, буквально Мэлсы, Айсы, кисель, и за сутки детей уже, не только детей, взрослых вытаскивают в этом состоянии. То есть у Айса тоже многограммные действия. Кроме того, если есть по какой-то причине просто тошнота, именно Айс прекрасно поможет с этой проблемой. Следующий комплекс Хэпер, он направлен на то, чтобы сохранять здоровье нашей печени. Если другие органы можно более-менее чем-то лечить, то, как говорят, печень лечить нечем. Это абсолютная правда. Печень ежедневно венна и ночь борется с теми токсическими веществами, которые попадают в наш организм из окружающей среды. Из окружающей среды нам может попасть и с воздухом, все, и с ледой, и с питьем, вообще постоянно. Именно Хэпер это основной помощник, основной чистильщик на школе. И кроме того, Хэпер хорошо способствует оттоку желчи и разжижению желчи. То есть протилактика холецистит. Следующий комплекс Брейн направлен на то, чтобы активизировать работу клеток головного мозга. Активизировать это еще слабо сказано, на самом деле это комплекс, который защищает организм от таких проблем, как болезнь Альцгеймера. Это профилактика болезни Альцгеймера. Очень страшное заболевание, и сейчас процент его становится все выше и выше. Так, что еще? Людей, которые стали кушать Брейн в основном очень многие говорят о том, что усиливаются творческие способности, улучшается память, концентрация, зрение улучшается. И, собственно, когда перед вами стоит какая-то задача, такой грузовой штурм, Брейн рекомендую прямо вот руками на раме. Проверено на собственном опыте. Была такая ситуация, когда работать надо было не на 100%, а на 200%. И благодаря именно Брейну удавалось находиться в таком активном, ясном соображении, да, буквально по 20-20 с лишним часов в сутки, и прекрасно, прекрасно КПД было. Это при том, что у меня как бы всегда только интеллектуальный труд, это написание научных статей высокого уровня, элекционных курсов новых, тестовых баз, создания с нуля. На самом деле сильно улучшаются творческие способности. Брейн рекомендует всем тем, у кого впереди какие-то экзамены, студенты, школьники, надо сдать какой-то экзамен просто, не знаю, правила дорожного движения, да, именно Брейн вам прекрасно поможет. Так, есть еще один продукт, он новый продукт, появился он год назад в компании, это продукт Beauty, который направлен на то, чтобы организовать красоту изнутри. Одно дело наносить кремы какие-то на кожу, да, пытаться добиться разглаживания морщин, изменить цвета кожи, а другое дело, когда эта красота идет изнутри, изнутри. Вы видите, насколько богат состав, про отдельные виды растений я уже рассказала, здесь они друг друга усиливают, и самое главное, что я оставила на потом, то, что здесь комплекс растений в каждом собран так, чтобы друг друга обязательно усиливать, не дай бог, один друг дружку не давит ни в коем случае, только взаимное усиление и, как следствие, высокая скорость действия ответной обратной реакции организма, скажем так, в ответ на прием наших леденцов. Ну, это основная информация про 15 видов леденцов, сейчас попробую включить чат, если у меня это получится. есть ли вопросы? Ну, вопросов я не вижу, если всем все понятно, я буквально подытожу, да, информацию, скажу такую, что раз уж заявлено было, что есть вопрос, ждем вопрос, чат будет вопрос сейчас, как вас найти для уточнения вопроса, можно микрофон включить, микрофон я включить не смогу, потому что администратором конференции являюсь не я, где меня найти, можно найти в инстаграме, я есть в ватсапе в молодежке, если вы есть в молодежке, если не слава то есть проблема уточка написать, так, от депрессии, если есть такая проблема как депрессия, понятно, что исходя из того, что я сказала, в первую очередь должен быть релакс, но смотрите, я вам и про острогал в составе гроу сказала, и про острогал в составе альта сказала, да, кушать нужно все продукты, но на первом месте поставьте альт, релакс и гроу, а потом уже интересно все это дозавраться, насчет релакса, почему можно бессонница при его приеме, а у вас получилось так, что до этого со сном было все хорошо, вы начали принимать релакс, именно релакс, и ничего кроме релакса, и сон пропал, вот тут необходимо разобраться с обстоятельствами, может быть, есть какие-то дополнительные факторы, и релакс здесь никакая не доминанция, а вам переводы можно, да, на личной только, о, а давайте онлайн перевод сделаем, так, какой-то релакс включился, мы вообще машину оставили, где слова девайс, надо включить, ребенок, давай сюда, туда, так, ребят, сейчас попробую выключить микрофон, интересный чей, ну все, проблема у вас, так, о том, что от именно релакса пропадает сон, девочки, я вот это слышу в первый раз, ага, Алла, большое, ссылка на мой инстаграм, пишите в директ, я с удовольствием отвечу, но мне кажется, что здесь необходимо данный вопрос обсудить более детально, другие, какие-то леденцы принимали ли кто хочет задать данные, если есть вопросы, задавайте еще, Юля, пишите в директ, разберем вопросы подробнее, бессонницы при его приеме лично я никогда не страдала, поэтому меня ваш вопрос удивляет, конечно, Alt-Grow, ну вот смотрите, Grow, если вы его, сколько вы его употребляли, затем, насколько это было сделано задолго до сна, Grow днем, теперь вопрос, а перед сном вы цифровой детокс устраиваете себе, потому что релакс это же не волшебная палочка, это восстановление биохимии ваших нервных клеток, если вы дополнительно разгражаете чем-то, я не знаю, релакс до сна, ну я понимаю, до сна прошло уже полтора часа, можно чуть позже, нужно обсудить еще тот момент, как у вас перед сном ситуация, если вы до упора смотрите телевизор, до упора вы в компьютере, скажем так, в телефоне, может являться основополагающим доминирующим фактором, нарушающим ваш сон, ваш сон именно это, о том, во сколько вы спать ложитесь, это тоже важно, климатические условия, может быть, у вас там полярный день, да, и нужно там за что лететь окна, это тоже важно, вообще, здоровый сон это прям отдельная тема отдельного эфира, напишите, да-да-да, напишите эфир, буду рада, если будут еще вопросы, если вопросов нет, буду завершать, потому что мы с вами такие молодцы, мы тут уже с вами больше часа занимаемся глубокой биологией, так как я вас сегодня терминами, по-моему, забомбила, прям сегодня, так и чувствую, сейчас передо напишет, говори по-русски, вот, и вопросов вроде бы нет, спасибо вам за то, что выслушали, рада буду, если эта действительно информация оказалась для вас полезной, в завершение скажу, что леденцы наши, как генетик, в первую очередь, работает как защита нашего наследства генетического материала, поэтому подходите к приему леденцов еще с этой точки зрения, защищайте свой генетический материал, спасибо большое и вам, Алла, если будут еще вопросы, пожалуйста, пишите, отвечу, если необходимость, запишу эфир, будем прощаться, я думаю, что вопросов нет, всем пока-пока. Благодарим Майселу за столь обширную информацию, благодарим всех гостей и ждем вас в наших новых школах, онлайн-презентациях и так далее. Всего всем хорошего, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok